Нет проблемы, которую мы не можем решить. Поистине жирной я была однажды. Я реально в шоке. Ребята, всем привет! Меня зовут Юля. Хотя вы наверняка знаете, как меня зовут, но традиция. Сегодня я решила поделиться с вами очень личными историями и фотографиями. И хочу сразу предупредить вас о том, что это видео не будет а-ля вот сделайте так, и тогда всё будет круто, ешьте это, и тогда всё будет круто, ходите туда, и у вас всё будет круто. Нет, это видео совсем не об этом. Я снимаю это видео исключительно для того, чтобы поделиться с вами своей историей, своим опытом и рассказать, через что я прошла, что со мной было, благодаря чему, либо после чего я стала такой, какая я сейчас есть. Давайте начнём с того, что раньше я выглядела вот так. Вы, наверное, сейчас сидитесь и думаете, боже, сколько операций, сколько фотошопа в реальном времени, как такое возможно? Наверное, я не очень сильно, да, изменилась? Или сильно? Не знаю. Напишите в комментариях, мне кажется, очень сильно. Вы все ждали от меня историю о том, как я похудела? Конечно, это многих интересует, потому что это очень популярная тема, правильное питание, здоровье, здоровье, там, да, спорт же есть. Но у меня совсем другая история. И, как я и сказала в начале, хотя мы ещё в начале этого видео, в этом видео вы не услышите от меня каких-то советов. То есть люди, которые пришли сюда за советом, чтобы похудеть, этих советов вы не услышите. То есть я не буду вам рассказывать, что вам нужно кушать, в какой спортзал вам нужно ходить, и сколько тренировок там делать в день, медитации, всякое такое, такого не будет в этом видео. Но поверьте, моя история тоже интересная, потому что разница есть. Для начала хочу сказать, что очень многие вещи я начала осознавать только в 21 год. Те вещи, которые моя мама пыталась донести до меня, наверное, лет 5-6. Почему-то они не доходили до меня. Недавно я пересматривала свои старые фотографии. Очень старые. Ну нет, ладно, какие старые. В общем, примерно вот эти. И я поняла, что, боже мой, как я изменилась, я так хорошо выгляжу, и я себе так нравлюсь без фотошопа в реальной жизни. Это удивительно. Это просто волшебство какое-то. Короче говоря, я всегда была недовольна своей внешностью. И дело даже не в том, что я думала, что я какая-то некрасивая. Нет, мне просто было некомфортно в том виде, в котором я была. Я не нравилась себя на фотографиях, в реальной жизни. Я всегда говорю, что если случилось в твоей жизни что-то нехорошее, то это все для того, чтобы ты стал лучше, и потом все наладилось. В общем, как бы я не хотела учиться на чужих ошибках, это практически нереально, ведь я не могу иногда даже научиться на своих ошибках. Взять, например, эксперимент, который я проводила со своими волосами целых два раза. Я уверена, что многие из вас знают, потому что у меня это заезженная тема, это вообще моя любимая тема, по поводу того, что я сожгла свои волосы, когда захотела стать блондинкой после черного цвета. По-моему, это классно. Я считаю, что каждая нормальная девушка должна хоть раз в жизни сжечь свои волосы. Ну, как бы, опыт. Но я не хочу сейчас рассказывать про свои волосы, потому что меня уже саму от этой темы тошнит. Поэтому я оставлю внизу ссылку на видео, в котором я рассказываю подробно о том, как все случилось, что делать, куда бежать, кому звонить. Сегодня я решила пройтись по себе с самых ранних годов. Ну, ладно. С 14 лет. Расскажу вам о том, как я менялась за это время. Прикреплю фотографии, видео. Ведь 14 лет — это тот момент, когда вы еще не знали обо мне, даже те люди, которые со мной с самого начала, а это где-то с 16 лет, скорее всего. Так вот, в 14 лет я была мощной. Я всегда страдала от прыщей на лице, и это всегда был мой самый главный комплекс. Мне всегда говорили, что это из-за переходного возраста, и, типа, все будет нормально. Но, как бы, извините, мне 21, у меня до сих пор прыщи. И знаете, что я вам скажу? Даже если это из-за переходного возраста, это не значит, что вы должны ходить с прыщами, быть неуверенным в себе, стесняться людей, потому что вам кажется, что только на ваши прыщи смотрят. Ну, вот, например, у меня уверенности в себе было примерно ноль. Самая моя любимая история, которая связана с прыщами, это когда я встречалась с мальчиком, который мне безумно нравился. Я была в него по уши влюблена. Конечно, я была маленькой еще, и это были детские отношения. Я считала этого мальчика таким красивым, и всегда думала, господи, почему он встречается с такой, как я? Я такая страшная, такая прыщавая. Ну и, в общем, я решила, что я не могу встречаться с таким красивым парнем, и рассталась с ним из-за своих прыщей. Из-за прыщей, понимаете? Я чувствовала себя так некомфортно, когда общалась с людьми. У меня всегда было ощущение, что все смотрят на мои прыщи. У меня даже был одноклассник, который мог подойти и сказать, «Мм, у тебя прыщ!» Классные одноклассники. Дело в том, что у меня очень часто вот не такие прыщи, да, как все, наверное, привыкли, огромные, там, красные. Нет. А на лбу особенно. Они типа их много, они маленькие, но это даже не прыщи, они как подкожные такие, и они никак не выделяются, кроме того, что как маленькие бугорочки. Меня это так бесит. Я перепробовала просто миллион разных мазей, скрабов, кремов, я не знаю, что я только не делала. То есть это вот когда я решила бороться с прыщами. И представляете, что? В 16 лет меня осенило. Я решила сходить к дерматологу. Я не знаю, вот зачем я к нему пошла. Мне выписали какие-то две мази, какие-то две разные пачки таблеток, которые я месяц попила, и у меня прыщи практически прошли. Мне это действительно очень помогло, и в тот момент я помню, как ругала себя за то, что не сходила раньше. Зачем я расставалась с мальчиком, который мне нравится, из-за прыщей, понимаете? Это так тупо. Но я рада, что я через это прошла. Я стала сильной, наверное. Теперь я не расстаюсь с мальчиками из-за прыщей, как вы могли догадаться, потому что они у меня до сих пор есть. Правда, они не такие, наверное, даже жесткие, как раньше. Когда я, наконец-таки, более-менее разобралась с прыщами, у меня они ушли процентов на 80, наверное. У меня все еще оставались комплексы. И не маленькие, а конкретные, которые также портили мне жизнь, но, наверное, не так вот в лоб, как прыщи. Конечно, самый распространенный, то, что я жирная. Меня бесило, что у меня нет талии, фигура какая-то непонятная. Когда я была маленькая, лет в 11, я ходила на бальные танцы, занималась. И я помню, что я безумно переживала, то, что у меня нет талии, потому что у моих одногруппниц, с которыми мы танцевали, многие были старше меня, и у них уже была талия, даже грудь у кого-то. И для меня это тоже было переживание, потому что я была просто квадратной. Я переживала, но моя мама успокоила меня, сказала, что я ещё маленькая, моё тело не сформировалось, как у девушки, у женщины. И я успокоилась, и мама была права на самом деле, потому что так и было. Я была ребёнком. Поистине жирной я была однажды. Я реально в шоке, потому что я никогда, ни за какие коврижки, не стала бы никому это показывать, хотя мне всегда так и хочется её показать. Вон, смотри, какой я была. Расскажу историю. Я поехала в Болгарию, должна была ехать туда со своим, типа, парнем, но, опять же таки, это были детские отношения, сразу предупреждаю, просто мало ли у вас фантазия. И мы должны были поехать вместе, но в последний момент он такой слился, типа, не, я не поеду. Ну и, в общем-то, я поехала одна, потому что мои родители уже купили путёвку туда, и это как бы лагерь. Но это такой лагерь, знаете, за границей, где можно потусить и всякое такое. И так как я не поехала со своим парнем на тот момент, мы бы в любом случае, конечно, не жили вместе в номере, но я познакомилась там с двумя девочками, одной было 16, другой 17, а мне 14, да? Ну, разница, понимаете? Они такие тусовщицы прям конкретные, а я вообще, в принципе, не такой человек. То есть я никогда не любила тусоваться, клубы, бары, это не моё, серьезно. Мне больше нравится сходить в ресторан, на какую-нибудь крутую презентацию даже, мне было бы интереснее сходить, чем пойти в клубешник. И из-за того, что я с ними познакомилась и мне не с кем было дружить, получается, я была одинокой такой, они очень любили тусоваться, и так вышло, что они каждый день хотели тусоваться. Вот каждый день они ходили в бар, ходили в клуб, ну и вот, я ходила вместе с ними, они любили побухать, всякое такое, и, в общем-то, мне пришлось с ними за компанию всё это делать, ну не то, чтобы меня заставляли, ну в общем, тогда-то я и попробовала всё, тогда я даже не умела пить текилу, я не знала вообще, как, чего, но эти девочки научили меня, хорошие девочки. И помимо того, что я там каждый день на протяжении трёх недель тусовалась, там ещё были очень вкусные чипсы, я ела 2-3 пачки в день, просто вот, вы можете в это поверить? Я да. Получается, у нас такой рацион в день, 2-3 пачки чипсу, плюс алкоголь, другая еда, потому что там был этот шведский стол, а я растущий организм, молодая, жрать охота, газировка, да, ненавижу газировку, называть газировкой. В общем, спустя 3 недели в Болгарии я преобразилась, вот в такую красавицу, повелительницу волн, и это просто пи***ь, товарищи. И, конечно, мне было некомфортно, да, вот в этом теле, поэтому как только я приехала в Москву, я сразу же начала ходить в спортзал и начала питаться исключительно домашней едой, никакого фастфуда, чипсов, газировки, то есть все это я исключила максимально. И мне это было несложно сделать, потому что моя мама просто замечательно вкусно готовит, и сейчас я бы все отдала, например, с бестроганов, с гречкой, это мое любимое блюдо. Я не взвешивалась в то время, но я точно могу сказать, что, наверное, я весила типа 63-65, я не знаю, но это был мой предел, то есть такой жирный, как там, я никогда не была. В том возрасте мой вес был примерно 57-58 килограмм, я это очень хорошо помню, потому что так было на протяжении многих лет, то есть он не менялся. Кстати, после этого крутого трипа трехнедельного в Болгарии я заработала себе растяжки на попе, которые, кстати, не убираются. Грустно об этом говорить, показывать не буду, да, но они обычные, как у всех, такие маленькие, беленькие, практически незаметные, но я-то вижу. Чтобы похудеть, вернуться в обратное тело мое 14-летнее, мне потребовался примерно месяц, так как я молодая, активная, веселая, кушала только правильную еду, ходила в зал, реально ходила, то есть, да, это не сказка. Ходила, потому что тогда в этом была нужда. Следующий пик моей жирности был, когда мне исполнилось 16 лет, и когда я поехала учиться в Лондон на три недели, в тот момент я уже снимала влоги активно, и многие из вас их помнят, часто мне пишут, Юля, открой старые влоги из Лондона, извините, они сгорели, их съела собака. Ну, короче говоря, чё говорить, я там была три недели, у меня какие-то проблемы с путешествиями, куда я уезжаю на три недели, неважно учиться, отдыхать, в лагерь, пофиг. Нас там как-то тупо кормили в той школе, от которой я поехала, и у нас постоянно типа на обед, на ужин был на выбор чизбургер там с картошкой фри, либо пицца с картошкой фри, а так как я пиццу на тот момент вообще никакую не любила, я каждый день жрала чизбургеры. И ладно, если бы я ела эти чизбургеры, потому что они там были, ну, типа натуральные, котлеты, настоящие. Но мне это так надоело вообще, и там такой вкусный Макдональдс был. В общем, в Лондоне у меня была другая тема, не чипсы, я там ела каждый день по два раза в Макдональдсе, то есть я могла два чизбургера в день точно съесть, и у меня была ужасная кожа, у меня все было просто в нереальных прыщах. Это я, по-моему, еще до того, как сходила к дерматологу, я очень там поправилась, я была просто чудовищем. Конечно же, фотографии... В общем, чудовищем было безумным, но на тот момент у меня был парень. Это просто уму непостижимо, и я всегда думаю, боже, ну, нифига себе. Если вы думаете, что вы жирные, страшные, прыщавые, и никто вас не полюбит, поверьте, на каждую жируху, на каждого страшилу найдется своя вторая половинка. Вот реально, потому что я не понимаю, как с такой мной, которая вот... вот это, можно было встречаться. Ну, зато в душе я хорошая. Всегда меня расстраивало то, что даже тогда, когда я была не очень жирная, конечно, люди в интернете писали, что я жирная. Очень долго, кстати, очень много лет мне так писали. Я не могу сказать, что я из-за этого расстраивалась, но, конечно, наверное, это внутри меня тоже какие-то комплексы породило. Иначе, зачем я столько много использовала фотошопа на своем лице? Суть в том, что даже когда я худела, у меня все равно было толстое лицо, пухлое лицо, то есть щеки, они не уходили. Второй подбородок был ужасный постоянно. Но когда я хотела пару килограммов сбросить просто, чтобы лицо похудело, даже когда я их сбрасывала, лицо все равно оставалось толстым. И мне это было так обидно, потому что чаще всего зрителю я показываю свое лицо, а зритель это самый злой человек, который напишет тебе все, что он о тебе думает. Конечно, я это пережила. Я всегда использовала очень много фотошопа на своих фотографиях, вы сами свидетели тому. Особенно, конечно, я фотошопила свое лицо, и это было ужасно, потому что только сейчас я понимаю, насколько это некрасиво было. То есть, да, я не считала себя красивой, я была там пухлой, с прыщами, понятно, прыщи убрать. Понятно, может немножко лицо похудеть, но я себя меняла просто до неузнаваемости, и только сейчас я это вижу, что это еще хуже, потому что я делала себя просто какого-то инопланетянина и чудовища. И в этом нет ничего такого, что я это осознала только через много лет. Я действительно помешана на своей внешности, я это не скрываю, хотя сейчас я уже не так помешана, просто потому что я пришла к какому-то более-менее нормальному, приятному, внешнему виду для себя, и я успокоилась, и я приняла себя и полюбила, потому что я себе нравлюсь. Сейчас я не такая помешанная, то есть сейчас просто я слежу за собой, делаю там коррекцию наращивания ресниц, волос, волосы жду, когда мои отрастут. Ресницы я люблю, но вы тоже можете заметить, что у меня их намного меньше, чем раньше, и мне так нравится, просто пипец. Я смотрю на видео, где у меня очень много ресниц, и я недоумеваю, как так? Почему их так много? Они реально гусеницы! Но на тот момент я думала, что эти большие ресницы скроют мое нависшее веко, которое меня бесит, и да, оно действительно есть, но видимо из-за того, что я похудела, оно стало меня не так сильно раздражать, и даже сейчас иногда я думаю о том, что я бы хотела сделать себе блефаропластику, как бы странно это ни звучало, я понимаю, вы сейчас меня камнями закидаете, но я ее пока не сделала, и не уверена, да, что это будет в ближайшем будущем, но мне так бесило это веко, но я знаю людей, которые делали эту операцию, и стали выглядеть намного лучше, то есть такие открытые глаза стали, и я думала, знаете о чем? Сделаю себе операцию, и вообще не буду делать ресницы, вот реально об этом думала. Но я понимаю, что, например, сейчас я не готова расстаться с наращиванием ресниц, мне очень нравится, как у меня сейчас выглядят глаза, ресницы у меня, их немного, они не супер длинные, мне кажется, очень даже натурально выглядят, ну и, конечно же, зубы, это тоже всегда был мой самый главный комплекс, потому что я всегда, когда смеялась, вот так вот закрывала рот, и меня бесили мои кривые зубы, потому что я видела, что они кривые, и даже можно посмотреть мои старые видосы, которые доступны в сети, там видно, насколько кривые у меня зубы, ну типа, кривые зубы это отстой, вот честно скажу, если у вас кривые зубы, поставьте брекеты, хотя я, вот я, да, человек, который два раза ставил брекеты, я ненавижу брекеты, потому что они только выпрямили мои зубы, но они не сделали их идеальными, идеальными мои зубы сделают только виниры, но виниры это сложно, потому что это тяжело, за ними нужен определенный уход, это не гарантия того, что у вас всегда будут хорошие зубы, но я надеюсь, что когда-нибудь все получится, у меня будут идеальные голливудские зубы, потому что это реально очень важная тема, на это обращают внимание, я всегда понимала, что на это обращают внимание, да, поэтому поставила брекеты, и я очень рада, что я поставила их тогда, в 16 лет, а не сейчас, например, в 21, потому что я бы с ума сошла, если бы сейчас я была с брекетами, либо если бы у меня были кривые зубы, поэтому, если у вас есть возможность, ставьте брекеты сейчас, вот в данный момент. Кстати, говоря, до 18 лет, я ничего не делала со своей внешностью, впервые я сделала себе губы в 18 лет, да, я понимаю, что все там многие против это, но я не против, вот реально, если я вижу девушку с супер, там, худыми, узкими, непухлыми губами, блин, сделай губы, серьезно, я просто говорю, я из тех девушек, которые любят, ну, я как мужчина, я люблю глазами, ну, что поделать, для меня внешность играет большую роль, но внешность ничто, если ты человек говно, ну, короче, вы поняли мою позицию, но я всегда, всегда буду топить за то, что если ты можешь изменить себя в лучшую сторону, то сделай это, если ты можешь сделать себе губы, сделай это, если ты хочешь сделать себе подбородок, сделай это, и, блин, столько всего, спасибо технологиям, почему бы этим не воспользоваться, я пользуюсь, и я кайфую, потому что я стала счастливее, это помогло мне полюбить себя, принять себя, и это неплохо, если я стала счастлива, я всегда это объясняю, потому что я, вот, например, терпеть не могу людей, которые говорят, ой, я бы не стал там встречаться с девушкой, которая себе губы сделала, ладно, не встречайся, я обычно на таких парней смотрю и думаю, у меня никогда не было вот таких, мне кажется, здоровых пельменей, были такие, только в момент, там, когда только делаешь губы, примерно 10 дней, пока отек не спадет, но сейчас вы видите, мои губы, да, они сейчас накрашены рандашом, поэтому, возможно, вы думаете, ой, пельмени, хотя мне кажется, даже сейчас они не пельмени, и вообще, я считаю, что у меня эта гиалуронка сдулась маленько, иногда я даже думаю, может быть, делать еще? За месяц до 19-летия я впервые в жизни очень сильно похудела, и вы знаете об этом, я об этом снимала видео, когда у меня был сильный нервный срыв, когда я только познакомилась со Славой, как раз на съемках клипа Славы произошла вот эта вот вся неприятная ситуация со стеклом, кто за мной следит давно, тот в курсе, там на нас стекло упало, и, короче, мы вообще, типа, у меня там шрамы на ногах до сих пор, в общем, это было страшно, и в тот момент я была в шоке, что даже не чувствовала, что у меня порезы на ногах, и кровь шла, мы поехали в травмпункт, в общем, это долгая история. За 10 дней я скинула 7 килограмм, и у меня пипец просто кости было видно ужасно, у меня спина была такая костлявая, хотя и сейчас у меня тоже кости даже видно, и у меня очень сильно похудело лицо, и все мои знакомые, все были просто в шоке от того, как сильно я похудела, что у меня такое худое лицо, ужасно тогда чувствовала, потому что я не могла есть, я плакала постоянно, давилась едой, я специально засовывала в себя еду, просто чтобы, грубо говоря, там не упасть в обморок где-то, это так странно об этом рассказывать, потому что у меня никогда в жизни таких типа историй не было, чем больше взрослеешь, тем страшнее твои истории, тогда я офигела, конечно, от того, что у меня может быть такое худое лицо, потому что у меня вообще не было второго подбородка, он ушел, такое было впервые, также в тот момент я рассталась с парнем, с которым встречалась практически три года, это тоже сыграло свою роль, в том, что я сильно похудела, но могу вам так сказать, я потом набрала, практически обратно набрала, то есть, наверное, я до 56 дошла, то есть килограмма, может, не добрала, и на 56 я очень долго держалась, вот знаете, наверное, с 19 лет я начала прям серьезно превращаться в девушку, то есть пухлость на лице начала уходить, которая была очень долго со мной, и из-за чего еще у меня такое было круглое большое лицо, вообще непонятно, учитывая, что сейчас оно у меня не такое, хотя немного времени прошло, не знаю, я себя дождала этого момента, реально, вот сейчас можно на меня посмотреть и сказать, счастливый человек, а все просто потому, что у меня похудело лицо. У меня очень часто вы спрашиваете, Юля, как ты похудела, расскажи, пожалуйста, вы все ждете какую-то невероятную историю о том, что, мне так кажется, о том, что я просто, типа, недели три сидела на каком-то питании или еще что-то, но на самом деле нет, это все был очень долгий процесс, и во главе всего, наверное, стоит становление девушкой, потому что это большую роль играет, я об этом никогда не думала, но я просто 18 лет думала, что я уже как бы все, девушка расцвела, но оказывается, нет. Последние два с половиной года у меня было два нервных срыва, которые очень большую роль сыграли в том, что я похудела. Первый нервный срыв, это вот как раз на стекла, когда упали, второй нервный срыв у меня был, наверное, год назад. Тогда я тоже похудела, и мне было очень плохо. Это именно вот прям невроз. У меня было такое ужасное состояние, потому что меня тошнило от еды, я не хотела ее есть, потому что я думала, что меня сейчас вырвет, и меня тошнило от голода, потому что я была такая голодная постоянно, мне было так плохо, но я не могла есть. То есть я типа за два дня спокойно там 3-4 килограмма вообще сбросить могла, просто потому что я не ела ничего и не могла, я заставляла себя там суп хотя бы похлебать, огурец хотя бы съесть, и для меня это была такая тяжелая пища. На самом деле это очень неполезная, это очень нездоровая тема, и после всех этих нервных срывов у меня, видимо, организм привык, я не знаю, что это именно, но просто я не могу много есть. То есть даже сейчас, хотя у меня бывают моменты, когда я прям хочу кушать, обычно это на отдыхе, за бокальчиком вина хорошо заходит, но в целом, типа в повседневной жизни я могу один раз в день поесть, просто потому что у меня не было времени поесть, но я об этом даже не вспомнила, либо просто потому что я даже не была особо голодной, и так у меня очень часто, поэтому даже я не знаю, сколько я сейчас вешу, ну я взвешу, сродни интересно. Сейчас я вешу 52 килограмма, 700 грамм, рост у меня 168-169 сантиметров, кто-то говорит 170, но я всем всегда говорю 168, поэтому в принципе я не поправляюсь сильно, мне очень приятно, что вы мне часто пишите о том, как я изменилась, какой красивой я стала, как я похудела, что я выгляжу намного лучше, мне это очень вдохновляет, мне это очень приятно, то есть я прекрасно понимаю, что есть люди, которые считают меня просто жуткой уродиной, ну, типа ладно, я вообще не обижаюсь, да, не в обидках, но для меня самое главное, чтобы я себе нравилась. Скажу честно, моя самооценка, конечно, подросла, но это не значит, что я считаю себя самой лучшей, самой офигенной, у меня до сих пор есть какие-то комплексы, но они незначительные, они не делают меня несчастным человеком, я действительно счастлива, это так странно, я столько лет мучилась, столько лет просто не принимала себя, я считала себя такой страшной, я так от этого страдала, а потом в какой-то момент просто всё как-то изменилось, и я полюбила себя. Я не знаю, что вам ещё рассказать, по-моему, я вам рассказала всё самое главное, основное, что в какой-то момент я просто полюбила себя, для меня это действительно что-то из ряда фантастики, потому что я большую часть своей жизни прожила в негармонии с собой, и то, что сейчас происходит в моей жизни, то, что я приняла себя, я стала такой уверенной в себе, я чувствую какую-то энергию, силу, желание к жизни, это удивительно, я всем действительно желаю того же, потому что это очень большую роль играет в вашей жизни, в том, какой вы человек, потому что пока вы не уверены в себе, не любите себя, не принимаете себя, у вас в жизни всё не так гладко. Не могу сказать, что у меня всё идеально, нет, у меня есть проблемы тоже, как и у любого обычного нормального человека, у меня куча проблем, куча заморочек. Когда у меня что-то не получается, я думаю, ничего получится. Ну, типа, я не знаю, какую-то установку я себе дала, что нет проблемы, которую мы не можем решить, потому что я знаю на своём опыте, сколько я страдала и мучилась из-за каких-то мелочей, а сейчас это всё настолько глупым кажется, столько времени страдать, плакать, там, расставаться с парнем из-за прыщей. Конечно, я сейчас говорю, да, про внешние какие-то моменты, но и внутренние тоже очень большую роль играют, потому что, я уверена, вы заметили, как сильно я изменилась, как я снимаю видео даже, говорю с вами в видео, рассказываю что-то, веду себя. Это всё часть того, что я просто приняла себя. Затянулось это видео, сейчас уже у меня, блин, полшестого, я очень голодная, потому что я давно не сплю, снимаю видео, но надеюсь, что не зря. Надеюсь, что оно вам понравилось, надеюсь, что это то, чего вы ждали, хотя я переживаю безумно, именно из-за этого я затягивалась с этим видео, долго его не снимала, потому что я переживала, что что-то не расскажу, о чём-то забуду, либо расскажу не так понятно, как я это у себя в голове представляла. Я просто хотела, чтобы вы узнали мою историю, что то, какая я худая, это не просто потому, что типа всё круто, мне повезло. У меня были нервные срывы, у меня маленький желудок, я это так ощущаю, не уверена на 100% в чём дело. Мне кажется, что у меня маленький желудок, потому что я очень быстро наедаюсь, из-за этого я мало ем. Я очень надеюсь, что вам понравилось моё такое видео, искренне надеюсь, что оно ответил на какие-то ваши вопросы, которые вас волновали, на которые вы ждали, когда же я отвечу. Я благодарна вам за ваше внимание, так официально, потому что это видео действительно для меня такое, ну, рассказала, в общем. Хотя, возможно, для кого-то покажется, да, что тут ничего такого нет, но для меня есть пару личных моментов, которыми я не хотела бы, может быть, делиться, но я подумала, почему нет. Тем более, если кому-то это как-то поможет, будет полезно, но опять же таки... Вот, кстати, ещё очень важный момент. Многие люди бегут в спортзал, сидят на правильном питании и, типа, очень долго всем этим занимаются, но при этом особо нет никаких результатов. Таким людям я могу посоветовать пойти в салоны красоты. Есть очень много крутых, полезных процедур, которые действительно дадут вам результат. Я понимаю, что, наверное, правильней заниматься просто в зале, или не в зале, просто спортом, сидеть на правильном питании, да, и не тратиться на всякие салоны красоты, не тратить своё время, деньги на это всё. Но я просто знаю очень-очень крутые процедуры. Например, мне безумный результат дала эндосфера. Я советую вам не опускать руки, потому что всё в жизни можно изменить. Но самое главное — это вера в себя, полюбить себя, но не быть самовлюблённым. Всё, всех люблю, целую, обнимаю, всем пока! Субтитры делал DimaTorzok